Всем привет! Сегодня сделаем антенну, для которой не понадобится практически ничего. Нам нужен будет кусок коаксиального кабеля и фишка для подключения его к телевизору. Вашему вниманию, антенна из куска коаксиального кабеля. Повторяй за мной, и эта антенна откроет для тебя все каналы мира. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши комментарий. Для начала нам нужен метр коаксиального кабеля. И примерно 95% этого кабеля мы должны разделать. Оставляем 10 см. И все остальное зачищаем. Снимаем верхнюю оболочку, аккуратно, чтобы не порезать нашу оплетку. Разделываем аккуратно и бережем свои руки. Наши руки нас кормят. Да, это все очень долго и нудно, но результат вас удивит. Досматривая это видео до конца. Снимаем нашу шкуру с нашего кабеля. И вот перед нами оплетка нашего кабеля. Давайте сразу поставим нашу фишку, которая будет соединять нашу антенну с нашим телевизором. Здесь все стандартно. Нам нужно освободить наш центральный проводник и отрезать нам кусочек оболочки, чтобы поставить нашу фишечку, которая будет иметь контакт с массой и с центральным проводником. Вот так наша фишка готова. И теперь перейдем к самой антенне. На самом конце мы должны освободить наш центральный проводник. Дальше вы поймете для чего. Оплетку нашу аккуратненько заворачиваем и фиксируем ее синей изолентой. Пожалуйста, не перепутайте, нужно использовать только синюю изоленту. Наш кончик готов и теперь переходим к стороне, где наша фишка. Нам надо раздвинуть нашу оплетку, чтобы добраться до центрального проводника. Я поддеваю оплетку маленькой отверткой, раздвигаю и убираю фольгированный экран. Просто следуйте инструкции и вы тоже сможете поймать все каналы мира бесплатно. Да, это сделать довольно-таки трудно, но что нас останавливает, когда мы хотим получить халяву? Дальше мы должны удалить изоляцию центрального проводника, чтобы мы могли подключить к нему наш кончик зачищенный. И вот он секрет. Секрет кристально-чистого сигнала прямо у меня в руках. Досматривай до конца и увидишь результат. Ты будешь глубоко удивлен. Подчищаем наш проводник, чтобы был контакт хороший. И делаем отверстие, куда мы заведем наш кончик. И теперь дело за малым. Мы должны это соединить. Теперь внимательно следуйте каждому шагу. Мы должны нашу оплетку закрутить в магнитную баранку, чтобы магнитные волны притягивались на эту антенну. Пожалуйста, не упускайте ни одного шага. На практике антенна должна получиться в таком виде. И теперь кончик мы должны зациклить с основной линией. Продеваем его в отверстие и фиксируем. Фиксируем хорошо, чтобы контакт был плотным. Кто бы мог подумать, что из обычного кабеля можно сделать такой мощный инструмент. В конце видео ты увидишь результат. Вот так вот центральный проводник мы зафиксировали. И теперь мы должны заизолировать, чтобы наш центральный проводник не касался нашей оплетки. Использовать будем синюю изоленту, потому что синяя изолента, она больше магнитно пригодная. Аккуратно изолируем наш центральный проводник. И антенна почти готова. Теперь установим наш приемник. В центре отрезаем одно звено. Сантиметров 10-15. И у нас должны получиться вот такие вот рога. Теперь мы должны на концах освободить наши центральные проводники. С каждой стороны обрезаем оболочку и обрезаем нашу оплетку. Хотите смотреть каналы бесплатно? Так вот он секрет, который скрывают кабельные компании. О таком вам не расскажут ни в одной кабельной компании, потому что они не хотят терять свои деньги. Вот у нас первый кончик готов. Изолируем оплетку, чтобы она не расплелась. Берем синюю изоленту. И по самому краю изолируем оплетку, иначе она расплетется. И это будет, во-первых, эстетично некрасиво. И будет пропадать сигнал. И так же поступаем со вторым. Освобождаем центральный проводник. Снимаем оплетку и сдираем с него шкуру. А вот второй мы будем изолировать красной изолентой, чтобы у них получилась полюсность. Теперь наша задача поставить наш приемник. Соединяем наши два конца через клеммник. Одеваем наш клеммник. Видите, у нас идет красная и синяя изолента. Они создают полюсность, которая будет притягивать наши магнитные волны. Это не просто лайфхак, это настоящее волшебство. Вот все, что нужно, кабель и немного смекалки. И теперь берем то отрезанное звено, очищаем его, и нам нужно сантиметров 10 нашего центрального проводника. Из него мы делаем приемник. Приемник мы делаем петлей, чтобы он улавливал волну. Вот такой приемник у нас получается, и вставляем его в клеммник. И помните, не выбрасывайте старые коаксиальные кабеля. Из них можно сделать такую антенну, которая поймает все, что вам угодно. Идем пробовать. Для всех, кто не верил, я отключил интернетный кабель и поставил только антенну. Это телевидение работает через нашу антенну и ловит все каналы. Сейчас я нашел испанский, эстонский, английский. И можно найти все каналы мира. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и обязательно пиши комментарии. Здесь весело. Субтитры создавал DimaTorzok